Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Всем привет! И сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 328. И нам нужно решить уравнение. И пункт А. х плюс 4,15 равняется 2,3 плюс 2,5. Сначала нужно выполнить действие в левой части, то есть в правой части уравнения. Сложить 2,3 и 2,5. Давайте сделаем это в сторонке. 2,3 плюс 2,5. Приводим к общему знаменателю. Общий знаменатель здесь будет 15. Дополнительный множитель для первой дроби 5, для второй дроби 3. Потому что 3 нужно домножить на 5, чтобы получить 15. А 5, соответственно, на 3, чтобы получить 15. Числители домножаем на дополнительные множители. 2 на 5 – 10, 2 на 3 – 6. Получаем 16,15. Складывается только числитель, и знаменатель остается тот же. Т.е. х плюс 4,15 будет равняться 16,15. Теперь, чтобы найти х, х неизвестный множитель, нужно из суммы вычесть известный множитель. 16 минус 4 будет 12, т.е. х будет равняться 12,15. Это дробь сократимая и сокращается на 3. 12 на 3 – 4, 15 на 3 – 5. 4,5. Получаем ответ в пункте А. Пункт П решаем. 4,5 минус х плюс 13,20 равняется 25,30. 4,5 минус х – это неизвестное слагаемое. Чтобы найти неизвестное слагаемое, нужно из суммы 25,30 вычесть известное слагаемое 13,20. А чтобы выполнить это вычитание, нужно привести к общему знаменателю. Общий знаменатель будет 60. Поэтому для первой дроби будет дополнительный множитель 2, потому что 30 нужно домножить на 2, чтобы 60 получить, а для второй, соответственно, 3. Получаем 4,5 минус х будет равняться знаменатель 60, знаменатель 60. 25 на 2 будет 50, числитель домножаем тоже на дополнительный множитель. 13 на 3 будет 30. 9,50 минус 39 будет 11. 11,6. То есть получили 4,5 минус х будет равняться 11,6. х – неизвестное вычитаемое. Чтобы найти неизвестное вычитаемое, нужно из уменьшаемого вычесть разность. 4,5 минус 1, 11,6. Нужно привести тоже к общему знаменателю. Общий знаменатель будет 60. Потому что 60 делится на 5. И дополнительный множитель для первой дроби будет число 12. 5 нужно домножить на 12, чтобы получить 60. Вторую дробь оставляем без изменений. х будет равняться… 4 умножить на 12 сразу умножим будет 48,6 минус 11,6. И х будет равняться 48 минус 11,37. Знаменатель тот же – 37,6. Пункт В. У минус 5,20 равняется 5,8 минус 3,10. Приведем сначала к общему знаменателю дроби правой части, чтобы вычислить. 5,8 минус 3,10. И общий знаменатель здесь будет 40. 40 делится и на 8, и на 10. Для первой дроби будет дополнительный множитель 5. 8 нужно домножить на 5, чтобы 40 получить. Для второй множители, соответственно, 4. у минус 5,20 будет равняться… 5 на 5 – 25. 25,40 минус 3 на 4 – 12. 12,40. Или у минус 5,20 будет равняться… 25 минус 12 будет 13. 13,40. Чтобы найти неизвестное уменьшаемое, у неизвестное уменьшаемое, нужно красности прибавить вычитаемое. Общий знаменатель здесь у этих дробей будет 40. Поэтому первую дробь 13,40 мы оставляем без изменений, а вот дробь 5,20 приводим к знаменателю 40. Для этого всю дробь нужно числительный знаменатель домножить на 2. Получаем 13,40 плюс 5 на 2 – 10,10,40. Или у будет равняться… 13 плюс 10 – 23. Знаменатель оставляем без изменений. 23,40. Пункт В мы тоже решили. И последний пункт Г. 2,3 минус 7,9 минус А равняется 1,3. 7,9 минус А – это неизвестное вычитаемое. А 2,3 – это уменьшаемое. 1,3 – это разность. И чтобы найти неизвестное вычитаемое, нужно из уменьшаемого вычесть разность. 2,3 минус 1,3. Здесь даже к дополнительному, то есть к общему знаменателю приводить ничего не надо. Будет 1,3. 2,3 минус 1,3. Читаются только числители, знаменатель остается тот же. То есть ответ 1,3. Теперь в правой части у нас опять вычитание и основание неизвестное вычитаемое. В этот раз мы из 7,9 вычитаем 1,3. А вот тут нужно привести к общему знаменателю. Общий знаменатель здесь будет 3. Поэтому дополнительный множитель для второй дроби будет… То есть общий знаменатель 9, конечно же. А для второй дроби дополнительный множитель будет 3. Тогда получаем, что А равняется 7,9 минус… Здесь знаменатель уже 9, а числитель 1 на 3,3. 7,9 минус 3,9 будет 4,9. То есть А будет равняться 4,9. Выполнили задание 328. Ну, а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.